Всем привет! С вами Максим Осмолов. В данном фильме мы подошли к самой сложной части прыжка – переводу и входу. Для того, чтобы детально рассмотреть прыжок, мы делим его на узловые позы. Это конкретное положение тела в движении. Рассматривается именно конкретная поза, правильность ее выполнения. Перевод Сергея Бубки можно разделить на 4 позы. От правильности выполнения данных поз зависел весь прыжок. В первой позе, при переводе, Сергей стоит на левой ноге, шест практически в горизонтальном положении. Так как ноги и руки взаимосвязаны, то при движении правого колена вперед-вверх, правое плечо идет назад, а локоть правой руки уходит за спину. Таким образом, предпрельчие оказывается параллельным и создается идеальное условие для выноса двух рук одновременно вверх. При постановке правой ноги на опору, плечи возвращаются в исходное положение. И тем самым шест разгоняется вверх не только руками, но и всем телом. Поэтому вторую позу мы не рассматриваем как таковую, а смотрим, как близко проходят руки возле головы и вернулись ли плечи в исходное положение. Последний шаг выполняется практически прямой ногой. Это позволяет прийти на отталкивание с жестким прямым телом. Благодаря разгону шеста при переходе, он имеет большую скорость вверх и тянет спортсмена за собой, что позволяет легко перейти в вис на шесте, а не упираться в него при входе. Шест сгибается благодаря скорости и массе тела. При прохождении на отталкивание через опору, Сергей пускает шест по правой стороне тела. А для сохранения равновесия на входе, он отодвигает левый локоть вверх, что позволяет натянуть не только правую сторону, но и левую. Все тело натягивается как пружина перед предстоящим махом. На этом я заканчиваю описание легкоатлетической части прыжка. В следующем фильме мы рассмотрим гимнастическую часть, то есть летную часть прыжка. В описании данного видео есть ссылка на наш сайт, где детально описывается техника прыжка Сергея Бубки. Еще вы можете подписаться на мой канал, где вы найдете много интересного видео о прыжках в шестом.